Вперед! Продолжение следует... 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 И так же Сванидзе на точке выполнения начального удара. Хороший удар получается. Дмитрий Павлов этот мяч забирает с лета. Забирает его для своей команды. И владение Липецка продолжается. Есть возможность еще добавить в очках во время удаления у соперника. Чернышов вводит в свою команду 22. Сергей Степанов на позиции 9. Сванидзе дальше удар ногой на фланг. Помним мы такую попытку в третьем туре. А сейчас с первого мяча оказывается Бурлаков падает на газон. Здесь нужно отпускать мяч. И это страфной, конечно же. Быстрый розыгрыш. Низ точки. Вот здесь нужно разыгрывать. Дмитрий Павлов хорошо Липецк реабилитировался. Воспользовался этими двумя минутами на максимум. Две минуты, две попытки. Удалился, попытку пропустил. Но в этом случае удалился, две попытки пропустил. Это в адрес Енисея. И на этом еще даже первый тайм не заканчивается. Вот такой насыщенный тайм выдают команды. Уже три попытки мы с вами увидели. Причем с каждой из сторон здесь как-то бросил уже играть в этой ситуации Александр Матвеев. Проходит мяч 10 метров. Сванидзе как-то его партнеры не поддержали во время этого начального удара. Раньше время не остановились. А мяч все-таки преодолел положенные 10 метров. Причем приземлился еще и в рамках игрового пространства. Можно было ловить мяч и заносить попытку. Но Липецк посчитал нужным сыграть вот таким образом. Оставили мяч и он все-таки поле покинул. Данил Орлик на позиции вбрасывающего. Неплохо пошли коридоры у него вчера. Давайте посмотрим за первым бросом сегодня. Также все в порядке. Но поймать мяч после передачи уже не получается. Сцепанов на Сванидзе дальше по вееру. Хорошую скорость Липецк показывает. Здесь Матвеев успевает. Сванидзе на коротке. Получает мяч после перепаса. Обзев мяч не ловит. И здесь преимущество заканчивается. И Алексей Воловик дает финальный свисток, который заканчивает первый тайм. 12-5. Липецк впереди. Получили команды ценные наставления в этом коротком перерыве. И тайм второй стартует. Семен Черноногов с мячом. Много обманных движений. Да, все-таки находит небольшую брешь. Устремляется туда, но его останавливают. Благополучно для Липчан. Дмитрий Павлов это был в захвате. Орлик. Хороший захват в ноги от Чернышева. Никаких шансов не оставляет в этой атаке для Ениси СТМ. Хороший забег здесь выдает Артем Ровский. И посмотрите, уходит от всех соперников, которые встретились ему на пути. Вроде бы как уже был захват. Вроде бы как нужно было останавливаться. Но Ровский сработал здесь на высоте. Сработал до конца. И заносит попытку в створе ворот. Рыбиного клуба Липецк. И 12-10. Здесь Алексей Воловик напоминает Енисею. То, что неплохо было бы пробить реализацию. Расим Султанов здесь на всех парах прибегает. Промахивается по центру ворот. Здесь без комментариев. Ошибается в захвате. Да, ошибается здесь в захвате. И Сванидзе на подстраховке. Также думал он, по всей видимости, что уже получится остановить Ровского у его партнера. Но нет. Ровский свое шествие благополучно продолжил. И достиг заветной цели. Прямиком в створе ворот. Все ли в порядке здесь с Павловым? Да, по всей видимости, все в порядке. Сванидзе. В непростой позиции. Сейчас оказывается 4 игрока около рака у Липецка. Нужно, конечно же, здесь растягиваться. Набирать ширину. Павел Попов сейчас выигрывает время для своих партнеров. Для того, чтобы те как раз-таки эту ширину набрали. Передача вовнутрь. Это Дмитрий Бобров на поле появился. Удар ногой себе на ход. И очень даже неплохо, очень перспективно выглядит. Но поле, поле, поле. Свои коррективы накладывает. Все-таки Бобров мяч подбирает. Здесь нужно отпустить захваченного игрока. Хорошо сработал Дмитрий. Тимеев. Кобзев. Хорошо Александр уходит от захвата. Можно бежать. Но и, как помятую, день вчерашний старается убежать на флажок Александр Кобзев. Но здесь как раз-таки с внешней стороны поддержка от Енисея СТМ успевает. Быстрый выход мяча. И вознаграждается здесь Дмитрий Бобров за свои очень даже неплохие действия. И, напомню, начиналась атака как раз-таки от зачетного поля Липецка. После удара как раз-таки Дмитрия Боброва перешли бы на половину поля соперника. Сам Бобров этот мяч подобрал. И вот после нескольких фас атаки, после разительного укола от Александра Кобзева, быстрый мяч выходит и уже здесь в защите. У Енисея СТМ абсолютно никого. 17-10, неточная реализация. И все так же на расстоянии одной реализованной попытки остается Енисея СТМ. Данил Бурлаков здесь, конечно же, отработал очень неплохо. Ну и вместо того, чтобы разговаривать с судьей, здесь хорошо было бы занимать ширину. Видим мы с вами рыбистов Енисея СТМ, которые сидят на корточках. Они уже такие, все, неси куда хочешь. Мы дальше не побежим. Ираклик Сванидзе на центре замена в составе Енисея. Давайте как раз таки по резервистам пройдемся. Енисея СТМ. Это Владимир Кольчиков, номер 11. Эльдиар Токтасунов, 21-й, 4-й. Филипп Бурый и номер 7-й. Кирилл Говорячков. Что касается Липецка. Дмитрий Бобров на поле появился. Сергей Евсеев ждем по 25-м. 6-й Евгений Галкин. 8-й Дмитрий Власов. И 23-й Тимур Тимеев также на поле в составе Липецка. Галкин на поле есть. Вот что делает Кобзев. Все. Почувствовал кровь Липецк. Не сбавляют они оборотов. И по всей видимости только будут наращивать и наращивать темп. Енисеев СТМ. Уже ничего не может противопоставить. Атаки проходят по любому флангу. Но и здесь нужно отметить, конечно же, Александра Кобзева. Все в порядке у него с выносливостью. Все в порядке у него с нервами. Здесь увидел брешь. Побежал туда. Но и шансов никаких не оставил сопернику. Дмитрий Бобров. Эх. Чуть правее мяч проходит. Но по траектории достаточно неплохо проходил мяч. Бобров. Передача на Кобзеву. Ну и вот здесь. Три игрока Енисеев СТМ. Не разбираются с этим прорывом. Черноногов очень рано сместился на своего визави. Здесь оставил 1 на 1 Султанова вместе с Кобзевым. Ну и Кобзев просто-напросто убежал от Султанова. Эту попытку приземлил. Енисеев СТМ забирает мяч после начального. Попытается выйти со своей половины на руках. Бурлаков. Двигается вперед Данила. Токтасунов на поле появился. Я вот не понимаю решения конецкого штаба. Почему сидит на скамейке запасных Эльдиар. Чуть ли не первое появление Эльдиара на поле. Но сейчас презентация, конечно же, подкачала у Токтасунова. Здесь опасный захват мог бы быть. И Тимур Тимеев против Ровского. Ровский убегает. Александр Иванович. 22-15 и в очередной раз 7 очков отрыв Енисея от Липецка. Минута остается до завершения этой встречи. Остаются шансы у Красноярска для того, чтобы как и в матче предыдущего дня против Ростова свести эту встречу в ничью. Но давайте смотреть, что получится сделать у команд за оставшуюся минуту. Начальный удар от Токтасунова. Мяч 10 метров проходит. Евсеев на поле появился. Сванидзе здесь в поддержке. У него есть игроки в короткой стороне. Но этой поддержкой он не пользуется. Входит в контакт. Все в порядке. Все в порядке. Я имею в виду для Липецка. Получается у них сохранить мяч после этого рака. Бобров. Хорошая передача вовнутрь. Чернышев на Тимеева. И здесь уже наоборот. Тимеев против Ровского. Ровский этот прорыв достает. И Бобров. С большим пальцем вверх. Держи мяч крепче. Дмитрий. Вторая попытка от Боброва. Здесь загорают ряд игроки. Бывала под Москвой. Егор Полешов и Сергей Мысин. Егор Полешов так и не смог восстановиться после повреждения в тест-матче. Которого получил в тест-матче против Химика. И вот так. На Сочинском солнце получает витамин D. Сгорает. Хорошее настроение. Смотрит, как его партнеры по команде. Пытаются забрать серебряные медали чемпионата России по РКБС. Реализация и точный удар от Дмитрия Боброва. 29-15. Смотрим за повтором попытки. Но матч у нас уже подошел к концу. Да, 29-15. Им с таким счетом закончился матч. Сражался ЕДС и СТМ. Пытался противопоставить что-то Липецку. Но по итогу Липецк оказался сильнее. И мы с вами ждем следующую встречу. Субтитры сделал DimaTorzok.